Генетика сильно напоминает лотерею. 30 тысяч генов содержатся в 46 хромосомах. Их сочетание определяет вашу внешность. Все наши гены берутся из нашего генеалогического древа и ниоткуда больше. Таким образом, если у вас светлые волосы, голубые глаза и вы прекрасно поете, но у ваших родителей темные волосы, корее глаза, да и вообще им медведь на ухо наступил, значит, всеми этими качествами должен был обладать кто-то из ваших предков. В любом случае, вы унаследовали 23 хромосомы от любого из родителей, затем они начали взаимодействовать. Это вроде спортивного соревнования. Победившая команда определяет черты, которые унаследует ребенок. Некоторые из игроков одной команды по природе сильнее своих соперников. Это доминантные гены. Их соперники в другой команде – рецессивные гены. Например, если у матери карие глаза, которые унаследовал каждый из членов семьи, то ее ген, отвечающий за цвет глаз, является доминантным. Это означает, что у ее ребенка, скорее всего, также будут карие глаза. Но, как и в любом соревновании, у обеих команд есть шанс на победу. Таким образом, если отец того же ребенка будет светловолосым, то спустя несколько поколений цвет его волос, возможно, передастся потомку. Игра продолжается до тех пор, пока не победит одна из сторон. Поэтому в конечном счете дети похожи на одного из родителей в большей степени. Но правила игры этим не ограничиваются. И мать, и отец также являются продуктом подобного соревнования. Потому их генам на помощь часто приходят гены родителей и даже бабушек и дедушек, продолжая конкурировать друг с другом. Поэтому некоторые черты проявляются через поколение или даже два. Если они не проявятся в вашем ребенке, это вовсе не значит, что ваши внуки их не унаследуют. Примером может служить склонность к облысению. Предположим, у мужчин в вашей семье обычно выпадают волосы после 40, но это происходит через поколение. Так что, если ваш отец, несмотря на то, что ему уже за 50 сохранил волосы, а голова вашего дедушки совершенно гладкая, это означает, что вы, скорее всего, пойдете по стопам деда. Если, конечно, вы не родились с девушкой, тогда вам повезло. Но некоторые гены жульничают. Они сильнее по умолчанию. Кудрявые волосы и ведущая правая рука – вот пара примеров. Даже если вы единственный обладатель, карих глаз и кудрявых волос в семье, шансы на то, что ваши дети унаследуют эти черты от вас, велики. Это особенно актуально, если у вашего партнера голубые глаза и прямые волосы. Обычно это более слабые черты. Но даже если у родителей схожий внешний вид, телосложение, цвет волос и глаз, а также все остальное, черты их предков все равно могут проявиться. Известны случаи, когда у двух смуглых и темноволосых родителей появлялись на свет светлокожие и рыжие дети. И наоборот. Как вы уже знаете, существует 30 тысяч генов, а количество их комбинаций близится к бесконечности. Некоторые из этих комбинаций можно прогнозировать с определенной долей уверенности. Помимо цвета глаз и волос, одним из таких примеров является рост. Если оба родителя высокие, то вероятнее всего ребенок будет соответствовать их росту или даже перерастет их. Если есть разница, то возможно, что рост ребенка будет средней величиной. С возрастом волосы и глаза обыкновенно становятся светлее или темнее, но это не имеет никакого отношения к генетике. Темные глаза и очень светлые волосы новорожденных могут в зрелом возрасте стать карими и светло-коричневыми соответственно. Все дело в меланине. Этот пигмент определяет цвет кожи, волос и глаз. Меланин наиболее активно выделяется в детстве, процессы замедляются по мере взросления. Это означает, что с возрастом у вас может поменяться цвет кожи. Тем не менее, карие глаза никогда не станут голубыми, а светлые волосы никогда не станут темными. Разница слишком велика. Существует также способ, позволяющий предсказать цвет глаз. Например, если у родителей одинаковый цвет глаз, то велики шансы того, что глаза их ребенка будут того же цвета. Но в случае карих или зеленых глаз этот шанс ниже – около 75%. Если у родителей голубые глаза, шанс составляет 99%. Вероятность появления у них темноглазого малыша практически нулевая. Если у одного из родителей коричневые, темно-коричневые или карие глаза, а у другого зеленые, серые или голубые – это в буквальном смысле лотерея, в которой темные глаза имеют незначительное преимущество. Пара, в которой у одного из родителей зеленые глаза, а у другого голубые, имеет 50% шанс родить ребенка с глазами одного из этих цветов. Не стоит также забывать и о других факторах, таких как этническая принадлежность и даже питание. Если ваши родители были невысокими, но вы обогнали их обоих, это можно объяснить качеством питания во время вашего развития, а также видами спорта, которыми вы увлекались, если таковые были. Рост большинства баскетболистов или волейболистов намного выше среднего из-за характера активности. Некоторые члены закрытых сообществ часто имеют схожие черты с теми, кто их окружает. Такими могут быть любые качества – от роста до телосложения или строения лица. У представителей разных этнических групп зачастую рождаются дети со смешанными чертами. Такие дети берут все самое лучшее от мамы и папы, а цвет их кожи может отличаться от цвета кожи любого из родителей. Теперь поиграем в одну простую игру и попробуем выяснить, как будут выглядеть ваши будущие дети, основываясь на ваших генетических характеристиках. Возьмите лист бумаги и ручку, чтобы записать собственные признаки и признаки партнера. Узнайте результаты в конце. Предупреждение! Этот тест всего лишь игра, поэтому не относитесь к нему слишком серьезно. Итак, вопрос первый. Какого цвета глаза у вас и вашего партнера? Если цвета разные, запишите оба. Вопрос третий. Как вы можете описать свои волосы и волосы вашего партнера? А. Кудрявые. Б. Прямые. С. Волнистые. Вопрос четвертый. Какова разница в росте между вами и партнером? А. Наш рост одинаков или почти совпадает. Б. Один из нас значительно выше. Вопрос пятый. Каков цвет кожи у вас и вашего партнера? А. Темный. Б. Светлый. Вопрос шестой. Среди вас есть левша? А. Нет. Б. Да. Один из нас или оба? Вопрос седьмой. У кого-нибудь из вас есть ямочка на подбородке? А. Да. У одного или обоих? Б. Нет. Нет. Хорошо, теперь ответы. Для начала проверьте, сколько вариантов А вы отметили. Даже если особенность присуща только одному из вас, возможно, ее все равно получит будущий ребенок. Каждый пункт А данного теста содержит доминантные характеристики, поэтому если они присущи вам, вы знаете, чего ждать от будущего ребенка. Если в вашем списке в основном варианты Б или С, и именно ваш партнер обладает доминантными генами, не расстраивайтесь. У вас все еще есть шанс передать свои черты потомству. Не существует гарантированной комбинации генов. Если вам двоим в основном присущи варианты А, это настоящая гармония. Шанс того, что у пары правшей с карими глазами, темными кудрявыми волосами, с муглой кожей и подбородком с ямочкой, родится их маленькая копия, очень велик. То же произойдет в случае, если у вас обоих среди ответов есть Б или С. Поскольку ни одна из этих характеристик не является доминантной, то, вероятнее всего, ваш ребенок будет похож на вас обоих. Теперь, если вам требуется более точный прогноз, посмотрите семейные фотографии. Обратите внимание на черты, которые увидите у родственников, даже у тетушек, дядей и двоюродных братьев. У вашей тетушки серые глаза, хотя у других членов семьи они коричневые. Заметили у дедушки милые ямочки на щечках? А правда ли, что ваш прадедушка был рыжеволосым? Любую из этих характеристик может получить ваш будущий ребенок. Просто будьте терпеливы и увидите все сами.